добрый день друзья дорогие зрители мы сегодня решили съездить в гости к нашему подписчику к Игорю вот смотрите наслаждайтесь мы подъехали к Игорю в гости вот здесь он наверное живет по моему как я понял дом ихний а вот он и сам идет нам нас встречать здравствуйте 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 Анатолий Игорь Анатолий Оленька здравствуйте ну давайте зайдем посмотрим как вы живете ох какой у вас виноградник такой такая крыша для машина что две машины влезает большая территория такая все плиткой выложено все красивенько так у вас она такая беседка как говорится можно сказать подновес сейчас хотим продавать дом потому что приедут к нам родители и бабушка к нам приедут сейчас бабушка с родителями поэтому мы дом продаем и хотим покупать новый здесь же в нашем селе здесь же побольше дом хотите да взять красивый дом 61 квадрат у вас да давайте посмотрим что тут у вас есть гараж тут у вас да видите прицеп две машины влезает прицеп и все вот это под виноградником еще гараж для прицепа есть он еще один прицеп стоит отдельно такой гараж такой гараж хороший все великолепный гараж теплый каменный кирпичный весь крыши хорошие пойдем или там покажи старать а этот бассейн бассейн накопитель воды я первый раз тоже думал что такое бассейн в нем купаются оказывается называется бассейна бассейна накопитель воды раньше в эту в эти бассейны привозили воду когда не было воды а сейчас эту воду дождевую воду скапливают здесь для полива зимний зимний курятник они надо светлый так как бы видны погреб так и здесь вот здесь вот здесь вот здесь вот ласточки 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 а там не открывай зимний курятник тепленький такой для вина складе складик для вина как и винный погреб когда да как бы винный погреб так и здесь вот здесь вот открывается ну вот там я вот вижу там внизу лючок такой вот за веревочку на задний двор гуляют и закрывается вообще здорово сделано все здесь я планировал делать болезнь пока здесь склад склад ибо здесь на севере на юге как лица без бани все живут почему-то помещение для бани уже готовы нужно потолок до баня здесь сделать легко и просто но сделать только потолок обшивка и баня да будет хорошая такая большая вот здесь такая беседка есть мангал стоит вот гараж для прицепа вот второй еще гараж два гаража здесь живет прицеп не живет прицеп такая беседка тут чай пить летом кушать можно под кипа шифером она летний душ какой хороший снизу плитка кафель снизу темы все это все удобно такой летний душик в огороде тут пока ничего не растет почти ну почти все же я бы не есть он смотрю у вас кто-то такой под навесик хоз построек и лога для хоз вещей хоз построек много всяких вот они нападала вот они ее клюют вот этот люк который они выход до зимнего и вот они здесь уже на сестах ходят гнезда сделаны для кур такой хороший курятничек у вас выгребная яма сделана да огород 31 сотка один огород да от хоз построю от построек вот здесь вот это яблони растет у них вот это слива тут такая большая груша груша вот здесь есть абрикос абрикос вот это дерево очень хорошая брикос вот такой абрикос растет крупный вот такой крупный абрикос растет вот на этом абрикосе уж видно даже уличный туалет кирпичный орех очень мощный хороший орех до орех крупный я вот заметил что здесь тут многих крупный орех растет нас тоже крупный орех это вот это туда еще дальше весь огорода у как далеко тоже ну вот это еще там ограничить птички есть хотя ничего птички да будет много можно еще развернуться еще можно даже не один дом построить тоже огород большой у вас хороший там уточки гуляют маленькие гусики пока закрыты это уточки гуляют это вот поэтому забору и он туда до деревца это получается далеко он до этого деревца огород для уток сделано помещение тут у нас три сидят одна четвертая ушла далеко там сидит одна на гнездышко сидят в стенцов высиживают не будем их беспокоить чтоб не спугнуть а то бросят еще яйца да что ни говори на юге все равно хорошо пойдем в дом зайдем вот погреб погреб тут у вас такой погреб ну вот этот пункт погреб хороший крупный абрикоса хороший крупный абрикос вот такой сад вот опять крыжовник скрещен да да с этим со смородиной те любители досмотрю сажать крыжовник со смородиной скрещеный бункер под зерно сделан тут еще клеточка есть для птицы тоже клетка вот такой огородик такой дом виноград зреет ну пойдем зайдем в дом дом у вас полностью кирпичник или какой он сама набоженный кирпичом то есть он обложен сразу при строительстве во время строительства во время строительства сама она сразу обкладывал кирпичом промежутка мира стены нету самер стоит такая вирандачка . люди гаснет я все близко показывают маленькие помещения далеко не отойти получается как бы все близко показывать не стены здесь у нас небольшая кухня здесь сразу кухонка только готовим а у вас газ централизованный да? газ заведен в дом плита на кухне на летней доме есть газ две плиты и отопление тоже газовая готовим где-то мы на летней кухне зимой готовим здесь вот котел настенный дел то есть он двуконтурный сразу подогревает проточную воду на смеситель ну и отопление от него же вот такой котел газовый здесь у нас санузел подвальчик для консервации здесь еще подвал открыть не надо да наверно не надо открывать там не быстро потолки ровные хорошие такие потолки стандарт 2,50 2,50 потолок здесь у нас зал здесь вот кушаем здесь прохладненько кондиционер я б сказал даже холодно надо наверно отключить а то Андрюшка вот ладно телефон стационарный если бы стационарного телефона не было то бы интернета тоже не было бы у нас проводной интернет телефонной линии замечательно проводной интернет как как бы мне показать ее видели да то все вечно газ близко стенки показываю вот такой дом тоже потолки тоже хорошие такие все здесь печка да это у вас как-то она заглушена не пользуйтесь и вообще дом теплый здесь я успел в двух комнатках сделать ремонт почти осталось точечные светильники поставить здесь как календур или как комнатка даже да небольшая комната здесь уже комната такая и вход сразу во вторую комнатку светильники еще не стоят так временные лампочки поставил вот светильники здесь будут светильники вставлены сюда вот такая комнатка у батареи стоят вот так да окна здесь тоже батареи стоят такие окна пластиковые стоят во всех комнатах нет не во всех 4 мы поменяли 4 поменяли еще 4 осталось поменять вот в этой комнате и в той комнате и осталось и вот такая еще комнатка ну по площади вполне достаточная комната для спальни двуспальной кровати зимой здесь тепло очень тепло ходим босиком пол теплый мы включаем котел чтоб нагревался до 20 градусов и сам отключался потом час проходит он поддерживает сам температуру он сам включается выключается поддерживает температуру до мы решили продать дом в связи с тем что мы хотим дом больше купить на соседней улице привозим маму свою и бабушку маму и бабушку и хотите вместе жить все вместе там дом пятикомнатный нам места больше уже хочется больше чем наш этот дом пожили год захотелось больше места больше места и за сколько вы хотите дом продать за два сто два миллиона сто ну конечно торг то уместен как обычно ну да вот дорогие зрители если кому-то заинтересовал дом я могу вам порекомендовать этот дом обращайтесь он находится у вас где Екатериновка улица Ленина 32 Екатериновка улица Ленина 32 можете поставить на карте Краснодарский край где-то находится у нас тут улица спокойная асфальтированная до моря совсем немного 20 с небольшим 22-23 километра до Глафировки до Азовского моря ближайший ближайший пляж до Азовского моря а до Ейско наверное минут 30 до 46 километров по-моему да есть к 46 ну вы от нас тоже недалеко поэтому к вам приехали в гости ну мы ехали где-то минут 30 где-то так тут рядом рядом мы вот приехали к вам в гости зато познакомиться с вами посмотреть окрестности места все вот эти станицы посмотреть вот ну мы не знали конечно что вы продаете дом сейчас вот узнали что вы продаете дом мы сами не знали но это решили совсем на днях до вчерашнего дня до вчерашнего дня потому что у нас дом нас устраивало а тут вдруг резко собралась мама Игоря приехать и бабушка ну это очень замечательно когда Вы все съездите все будете жить в одном доме ну я надеюсь покупатели быстро найдутся у Вас ну надеюсь как получится найдутся 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 первого июля муж ехал на машине я с вещами с прицепом ехал мы забрали только важные личные вещи личные вещи самые необходимые там продали квартиру вместе с мебелью со всей бытовой техникой как говорится взяли гитару с носками и поехали в теплые края не жалеете не только вообще не сколько не жалеете а с работой как у вас здесь работы как везде я без проблем нашел работу я в охрану устроил ну а зарплата меньше или больше не зарплаты здесь меньше но такая здесь и дешевле у нас кемерово муж получал 23 тысячи так надо было купить и шубы и шапки и маленькие и нам и сапоги и как-то а здесь я в апреле шлёпанцы отдел и в начале декабря с не надо но и тут все равно как бы свое мясо можно на это не тратить ну да у нас нет птичка яйца свои куры утки гуси то есть это тоже большой плюс на большом участке подножный корм очень хорошо да и вообще по ценовой политике продукты здесь на порядок дешевле вот я больше натуральнее да они здесь качественнее вот особенно мясные и молочные продукты они здесь качественнее но цены я все равно скажу ра почти одинаково что с архангельскому цены магнитах от больших где-то дороже где-то дешевле цены есть осмотрел какой-то товар у нас тут в селе нет ни магнита ни пятерочки ничего такого нет но у нас свои магазины частные хорошие частные магазины но они свою продукцию основную вот прям продают яблоки где мой был яблоки покупали по 20 рублей по 30 рублей яблоки покупали ну есть мясо свинина у нас стоит 205 рублей свежие всегда это очень нормально среду в пятницу у нас привозят у нас два раза в неделю я у нас есть ярмарка ну как типа рыночек небольшой также среда 5 также вещи продают и каждый бабушки там своего хозяйства продают молоко молоко мы здесь покупаем нам привозят прям надо что-то вот хочет корову завести вообще без проблем коз мы хотели вот я мечтала завести козу но пока игорь меня останавливает как местные жители к вам относятся вот вы переехали как они к вам отнеслись сразу любопытством так скажем любопытством и когда северяне приехали и всегда когда мы допустим идем с ребятишками гуляемся про на улице прогуливаемся там маленького своего посажу в коляску он шортиках в маечке но я легко одета дочка легко одета они в кофточках это вот май и они говорят они же северяне им им не холодно они привыкли к такой вот так что в лицо нам прям вот открыто говорили что но и многие прям не с помощью пытаются помочь советам и вообще хорошие люди многих можно отметить что вполне хорошие но это первое время угощали чем-то например кто-то угощали дедушка тут у нас живет очень дяденька хороший но он лёня ему за 80 он местный житель он каждый вечер нам приносил бедро помидор помидор я буду яблок у нас тоже угощают уже соседка дает нами тушенку свою мед принесал от сегодня вообще говорят когда люди картошка и угощают когда новые люди приезжают говорят местные сразу угощает а потом уже смотрит как они живут как отнесутся к ним а новоселье вы праздновали не праздновали у нас вся улица спрашивает когда будете праздновать новоселье ждут хотят всей улице отметить наше новоселье у нас это миновал станица потому что у вас у нас то хутор у нас тут есть вот первый раз мы тут услышали коляпки или как или даже забыл как но это не коляк сразу после нового года праздник коляпки а есть еще что-то наряжать что-то наряженные какие-то или что-то дети ходят наряженные там угощают конфетами какой какая-то миномбрации приходит там но мужики отдельно ходят потом это после нового года на рождество по моему и перед старым новым годом в эти дни какие-то вначале января у них застолье они ходят по всем домам наряжаются одевают маски всякие различные коляпки называется нет здесь не коляпки колядки есть а еще что-то еще потом после колядок еще дядя федя вот наш друг сибири дядя федя сибири тоже купил да да купил дом вы купили его когда вы не на две недели назад две недели назад купили вот сегодня вы въезжаете в этот дом да молодцы могу вас поздравить покупкой дома дядя федя вы же рады ну что рады все конечно конечно непривычно жарко мы знаете мы приехали сюда погреться 10 лет зима надоело до 10 месяц 10 лет 10 месяцев зима здесь не как у нас говорят три месяца холодно 9 очень холодно вот такая у нас сибирское лето это будет ли она еще говорят так лучше летом у костра чем зимой на солнце говорит чё жарко что я только обмороженных побольше жарко стене воли да и вот кстати вот как у то у нас сибири что вот люди бомзуют бомзуют они там ходят по помойкам бедные греются где-то а тут нет такого нет люди все пристроены даже вот если может быть и есть в нашем селе я такого не встречала если даже есть то они живут при домах все при домах и никакого пьяного нигде на улице не встретишь но вот гад южане еще как сказать открыл сюда забуха рюкать сбился в пыль и хотел спросить кое-чего проезжание а гад южане ленивые как вот это вот видно я бы сказала что не ленивые они траву косят так вот перед домами что аж до земли они стараются друг перед другом чтоб была чистота это просто не лень это не лень этого потому что тут климат своеобразный да вот допустим летом тут 40 градусов тени до днем они днем не работают я вот уже заметил мы днем на них элигра на утром сдают рано раньше пока что не прохладно и поздно вечерком от него потому что жарко они не работают так же как за границей там тесто есть обиде они летом они все сидят тени там где-то проклад днем они рано утром встали и в огород это ладно допустим дет на производстве работа вы даже необходимости вот мы сейчас пока спим до 10 пока вот сейчас мы уложимся тоже да 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 потому что мы по магазинам ходим днем днем идешь на улицах никого не видно ни одной души никого не встретишь у вас вообще часовой поезд даже другой до часовой поезд у нас на 400 разницы с москвой с этим откуда вы видите с кемеровской области с кемерово не это самое вот 9 10 часов всего и мне уже 7 я утром 5 часов я уже встаю еще не привык это не крема гендерам ну воздух конечно здесь воздух очень она небо какое здесь небо звезды ощущение что оно низкое да как будто низкое небо синее звездно луна когда светит ночью луна вообще даже фонари не надо прям светло вот говорят здесь воздух влажный чтобы что вы скажете по этому поводу я не знаю даже вот сочи на поедине не могу сказать про другие города я вам просто скажу просто вообще вообще скажу про юг вот все гаши здесь очень влажный воздух я говорю вы были в архангельске где вокруг болота море реки озера вот тут влажность большая но тут влажности нету весь воздух сухой не но тут бывает таких времен а тут же где ближе у нас и туман и постоянно играли ману там как бы это но рядом с морем да рядом с морем может быть данным победа побережье нам лиман мелкие они испарение все но вода прогревать у нас прям такой вот а здесь далеко вот это вот находится прям так что она комфортная климатическая зона тут комары такие смешные меньше чем сибирские ну вы наверно просто комаров не ощущаете здесь ну нет конечно вы бы сказали что комаров здесь нет вот я на этого самого сижу на улице с местными жителями вот сидим вот так разговариваем они ой ой нас комары заели я сижу в шортиках в одних шортиках у меня голый торт как говорится шортики его где вы видите комаров я дай бог я одного убил а вы бы в архангельске вот так прошли бы у нас вечером посидели бы вы бы убежали вас ели бы я тоже сказал что комаров нет в два-три комара это не комары вот возле рек говорят есть возле рек возле рек когда вот допустим ну и мало кто видел но говорят говорят да ну мне тоже сегодня написали вот вот на мой палец назаром и волославия живет возле речки она говорит но еще не такой не было ситуации что кого-то укусила змея кто даже живет возле рек и может уже живут такие ядовит мне вот сегодня тоже синил комментарий пришел что ходите поосторожнее по траве в траве могут быть змеи да я хожу по траве в шортах даже вот шортика хожу трава выше головы вот у нас на огороде оград заросли потому что даже клещи говорят я хожу прямо в рыбе траве свободно выхожу нужно себе еще нет ни разу ключа не нашли